В этом видео я собираюсь показать тебе, как ты можешь получить 4000 часов просмотра самым быстрым из возможных способов, чтобы ты могла монетизировать и начать зарабатывать деньги. И прежде чем мы перейдем к видео, обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить предстоящие видео на моем канале о том, как зарабатывать деньги на YouTube. Итак, я уже сняла видео о том, как можно быстрее набрать 1000 подписчиков на своем канале. И если ты хочешь это проверить, нажми на ссылку внизу в описании. Если у тебя еще нет 1000 подписчиков. Но если у тебя действительно 1000 подписчиков, поздравляю. Теперь давай доведем тебя до 4000 часов вахты. Так что без лишних слов, вот мои 8 главных советов о том, как можно быстрее достичь 4000 часов времени просмотра. Номер 8. Загрузив 33 видео, ты вообще не получишь никакого времени для просмотра на своем канале. Если ты не будешь загружать видео, я рекомендую загрузить 33 видео, а затем проанализировать аналитику и результаты этих видео, а затем оптимизировать и удвоить то, что работает. И плюс ко всему, ты потенциально можешь потратить эти 4000 часов на просмотр в тех первых 33 видео, которые ты загружаешь. Теперь причина, по которой я говорю о загрузке, конкретно 33 видео, просто восходит к тому, что мне нравится называть правилом 33, которое в основном гласит, что вы обычно можете определить. Будет ли канал YouTube успешным в течение первых 33 видео, которые вы загружаете? И если к тому времени это не увенчается успехом, ты можешь заняться своей аналитикой, анализировать и оптимизировать на основе полученных данных. И в этих первых 33 видео не беспокойся слишком сильно о том, чтобы сделать абсолютно лучший контент когда-либо. Сосредоточься на том, чтобы поднять этот контент, чтобы ты могла видеть, что прилипает, а затем удвоить то, что работает. Теперь единственное условие здесь заключается в том, что ты загружаешь видео только в одной нише. Не загружай видео с баскетболом в один прекрасный день, а на следующий день 10 лучших видео. Загружай видео только в одну нишу. Все в порядке. Совет номер 7. Сейчас удваивай то, что работает. Итак, как только у тебя появятся первые 33 видео, пришло время удвоить то, что работает, и вырезать все остальное. Что ты захочешь сделать, так это зайти в свою аналитику YouTube и посмотреть, какие твои видео имеют наибольшее количество времени просмотра, а затем сделать больше подобных видео. Это позволит тебе получить 4000 часов времени просмотра абсолютно быстро. Но также зайди и посмотри на свой рейтинг кликов на своих видео. Как правило, я стараюсь стремиться к как минимум 6% частоте кликов и среднему удержанию аудитории в 60 раз на видео продолжительностью 10 минут или дольше. Если ты наберешь эти цифры, ты взорвешься на YouTube. Так что объединяй части своих видео, которые имеют наибольшее количество удержания аудитории, и время просмотра с миниатюрами и заголовками, которые имеют лучшую скорость клика. И делай это в будущем во всех своих будущих видео. Совет номер 6. Снимать видео продолжительностью более 10 минут. У более длинных видео, как правило, будет больше времени для просмотра. Если кто-то смотрит 30% одноминутного видео, это буквально всего 18 секунд времени просмотра. В то время как если кто-то смотрит 30% десятиминутного видео, это целых 3 минуты времени просмотра. Создание видео продолжительностью более 10 минут будет приравниваться к большему количеству времени просмотра. Чем? Если ты снимаешь двух-трехминутное видео, и ты можешь пойти и посмотреть это. Зайди на свою домашнюю страницу YouTube и посмотри все лучшие видео, которые там есть. Большинство из них будут длиться более 10 минут. И, как правило, только те, которые меньше 10 минут, будут похожи на музыкальные клипы. И еще одно преимущество создания видеороликов продолжительностью более 10 минут заключается в том, что когда вы получите монетизацию, вы сможете размещать несколько рекламных пауз на своих видео, и в результате зарабатывать намного больше денег. Хорошо. Совет номер пять. Это создание списков видео. Так что тебе может быть интересно. Это звучит прекрасно и здорово, чтобы снимать видео дольше 10 минут. Но как мне на самом деле снимать видео дольше 10 минут? Сейчас. Список видео — это удивительный способ сделать это. Так что перечисляй видео. Я уверена, что ты видела их в интернете, как 10 лучших видео. 5 лучших видео. Теперь, если ты сделаешь видео из 10 лучших, тебе нужно будет говорить о каждой теме в видео только по одной минуте. А затем у тебя будет 10-минутное видео. У этих видео, как правило, также очень высокий процент удержания аудитории. И это потому, что у людей не самая длинная продолжительность внимания в мире. И когда ты ведешь обратный отсчет по списку видео, это действительно помогает поддерживать интерес людей. Хорошо. Совет номер четыре для получения 4000 часов времени просмотра — это прямые трансляции. Теперь прямые трансляции на YouTube. Один из самых недооцененных способов получить эти 4000 часов просмотра как можно быстрее. Так вот, прямые трансляции обычно имеют безумную скорость удержания аудитории. И если ты заставишь всего пару человек смотреть твой прямой эфир, удержание аудитории очень быстро увеличится. И отличным примером этого является этот канал, который ты смотришь прямо сейчас. Все самые высокие средние продолжительности просмотра на этом канале были из прямых трансляций. Все в порядке. Совет номер три. Используя плейлист, ты захочешь создавать плейлисты для каждой отдельной темы на своем канале. Когда пользователь попадает в среду плейлистов в одном из ваших плейлистов, у него гораздо, гораздо, гораздо больше шансов посмотреть еще одно ваше видео и еще одно. Так ты, наверное, спрашиваешь, как мне на самом деле привлечь людей в эти плейлисты. Теперь ты можешь сделать это, добавив ссылки на свой плейлист в описаниях своих видео на YouTube, разместив свой плейлист на главной странице канала и добавив карточки и конечные экраны в свой плейлист во время своих видео. Одна из лучших вещей, которые ты можешь сделать, это создать плейлист, буквально просто отсортировав плейлист от ваших лучших видео по времени просмотра до наименьшего времени просмотра. И тогда каждый человек, который попадет в твой плейлист, даст тебе гораздо больше времени для просмотра, в отличие от того, чтобы они просто смотрели еще одно твое видео на YouTube. Совет номер два. Использовать популярный раздел загрузки на странице вашего канала. Твои самые популярные видео, как правило, являются самыми популярными по какой-то причине. Это отличная идея, разместить популярный раздел загрузки на своей странице канала и продвигать свой контент, который, как ты знаешь, приносит пользу людям, которые заходят на твою страницу канала. Совет номер один. Использовать трейлер канала. Но одно из ваших лучших видео в качестве трейлера канала. Это означает видео, которое имеет очень высокую среднюю продолжительность просмотра и большое количество времени просмотра. Таким образом, новые потенциальные подписчики, которые перейдут на твой канал, скорее всего, будут смотреть это видео в течение длительного времени. Поэтому я даю тебе больше времени на часы, чтобы было легче добраться до этих четырех тысяч часов. И это тоже поможет тебе набрать тысячу подписчиков. Большое спасибо, что присматриваешь за парнями. Я надеюсь, что это очень поможет вам, ребята. Теперь, если ты хочешь узнать, как можно быстрее набрать тысячу подписчиков на YouTube, посмотри это видео прямо здесь. Это поможет тебе как можно быстрее набрать тысячу подписчиков на своем канале YouTube. Чтобы когда ты наберешь четыре тысячи часов просмотра на тысячу подписчиков, ты смогла монетизировать свой канал как можно быстрее. Посмотри это видео прямо здесь. Спасибо, что присмотрела за парнями. Увидимся дальше.